Сегодня продолжаем тему шаблонов. Сразу начнем. Что такое инстанцирование шаблона? Инстанцирование шаблона происходит тогда, когда мы подставляем уже какое-то конкретное значение типа вместо аргумента шаблона. Тогда компилятор генерирует уже, собственно, код, который он будет компилировать. Мы можем написать, причем шаблон, написать внутри всякие синтаксические ошибки, и у вас все будет компилироваться. Ровно до того момента, когда вы не сделаете инстанцирование этого шаблона. То есть, когда вы только подставите уже какие-то значения типов, он, соответственно, сгенерирует код, попробует скомпилировать, и, возможно, у вас тогда эти ошибки все появятся. Что он при этом делает? Делает он, в общем, простую вещь. То есть, если мы, например, инстанцируем этот шаблон типом int, он, значит, сгенерирует функцию с каким-то именем, что-то вроде этого, ну и везде подставит там, где вы использовали тип, он поставит уже реально используемый тип. То есть, если мы этот шаблон инстанцируем двумя разными типами, мы в результате получим две разные функции. Они будут с похожим именем, они будут обладать похожим поведением, но работать с разными типами, это, соответственно, будет два разных куска кода. В качестве аргументов шаблона могут выступать необязательно типы, это могут быть также и константы. Как пример, мы здесь используем в качестве аргумента шаблона тип и также используем какое-то целочисленное значение. Потом, когда мы инстанцируем этот шаблон, соответственно, у нас будет подставлено вместо типа int, вместо константы size пятерка. То есть, в результате получим мы здесь создание, создадим массив размером пять элементов типа int. Есть на константы ограничения. Основное ограничение это то, что они должны быть известны на этапе компиляции. Поскольку все шаблоны должны быть скомпилированы, то компилятор должен обладать полной информацией о том, из чего этот шаблон состоит. Поэтому такое ограничение. Соответственно, мы можем писать... Ну, то есть, это должно быть известны на этапе компиляции. Что еще, помимо того, что это должно быть известны на этапе компиляции? Есть несколько исключений, на мой взгляд, очень странных. Например, int в качестве аргумента шаблона может выступать, double не может и float не может. То есть, числа с плавающей точкой выступать в качестве аргумента шаблона не могут. Почему так, я не знаю. Причины исторические. Я читал, что, в общем, никаких нет принципиальных причин для этого. Но почему-то оно вот так вот. Дальше. Что еще есть странного? Ну вот, это я уже сказал, что это должно быть известно на этапе компиляции. Поэтому, когда мы используем какую-то переменную, попытаемся ей инстанцировать шаблон, то у нас не получится. Компилятор напишет, что это ему не подходит. Это потому, что информация о времени выполнения, ему нужна информация о времени компиляции. Но константы на литералы могут использоваться. То есть, если мы напишем const int, то есть константы на какой-то литерал, то можем использовать это значение. А с обычной константной нельзя. То есть, если мы напишем const int x равно и там результат выполнения функции, то компилятор тоже такое не примет. Но при этом, если мы используем ключевое слово constexpr, то, вероятно, мы сможем это сделать. Что это за ключевое слово? Оно компилятору дает указание, какое-то выражение попытаться вычислить во время компиляции. То есть, если у компилятора будет достаточно информации на этапе компиляции, он не будет фактически выполнять эту функцию во время выполнения программы, он просто возьмет ее, вычислить на этапе компиляции и подставит вот это вот вычисленное значение. Это может получиться не всегда. Иногда у компилятора это не получится, тогда он просто молча проигнорирует вот это вот ключевое слово. Тогда у вас, соответственно, инстанцировать шаблон не получится. Поведение, да, наверное, не однозначное. Лучше бы, если бы у него не удавалось вычисленный этап компиляции, он бы выдавал какую-то ошибку. Но вот оно работает вот так. То есть, constexpr говорит компилятору о том, что надо стараться это вычислить, значение на этапе компиляции. Дальше. Что еще нельзя использовать в качестве аргументов шаблона? Нельзя использовать объекты класса, только встроенные типы. Нельзя использовать указатели, кроме указателя на const.char. Причем с ним тоже все очень непонятно, потому что инстанцировать нулевым указателем такой шаблон можно, но литералом, который, собственно, является, у которого литералы есть тип const.char, звездочка, почему-то нельзя. Понять это нельзя, это надо просто принять. Дальше. У параметров шаблона могут быть значения по умолчанию. Это касается и типов, и констант. И то, и другое можно указать значения по умолчанию. Здесь я привел пример, где мы используем второй у нас параметр, если явно не указан, то используется тип int. Соответственно, вот здесь, когда мы инстанцируем этот шаблон, наш шаблон будет x равен char, а y будет иметь тип int. Дальше. Можно использовать параметры по умолчанию. Не полностью тип указать, а использовать значения, параметры шаблонные, которые были до. То есть вот здесь, например, t используется, и мы здесь используем другой шаблонный класс и показываем, что когда будет происходить инстанцирование этого шаблона, чтобы использовался вот этот вот тип. А это вот кто-то слева направо, да? Да. Далее. Можно делать специализацию шаблона. То есть для каких-то отдельных типов указать компилятору отдельную реализацию. Ну, как пример, есть, допустим, в стандартной библиотеке класс Vector, который использует реализацию одну и ту же для всех типов. Int, double, там все что угодно. Но для типа bool используют другую реализацию. То есть используют для хранения одного значения bool не один байт, а упаковывает 8 штук в один байт. Вот. Как пример частичной специализации шаблона. То есть мы можем указать, что указываем, что это шаблонный класс или функция, и явно указываем, с каким типом этот класс должен иметь другую реализацию. Используя специализацию шаблона, можно делать, в общем, разные странные вещи. Например, на этапе мы можем с помощью шаблонов, например, посчитать сумму последовательности. На самом деле шаблоны в C++ полны по тюрингу, то есть с помощью шаблонов можно любую логику реализовать. Но делать это или нет, мне кажется, что, наверное, это странно. Может быть, это интересно, но в промышленном коде довольно странно. Так вот, пример. Хотим мы написать такую функцию на шаблонах, которая будет суммировать какой-то там численный ряд. Делаем предварительное объявление такой функции, что эта функция нам вернет... Ну, я здесь целочисленные, целые числа складываю. То есть оно вернет какое-то целое число. Потом я делаю специализацию. Это у меня будет конец моей рекурсии, где будет вычисляться значение. То есть для нуля вернет значение ноль. Сумма ряда ноль будет ноль. Дальше я бы мог бы написать специализации для один, два и так далее, пока, в общем, мне не надоело бы, и возвращать какое-то значение. Но я для этого использую шаблон. Я объявлю шаблон, напишу вернуть n, плюс шаблонную функцию вызываю, где у меня параметром шаблона будет n-1. Тогда, соответственно, компилятор, встретив это, будет вынужден сам создать шаблон и инстанцировать его, вернее, этот шаблон инстанцировать n-1, ну и так далее. То есть у меня получится рекурсия до нуля, а в нуле я просто верну ноль. То есть получится вот такая вот сумма. В результате, если это выполнить, мы получим число 6, то есть 3 плюс 2 плюс 1, 6 сумма ряда. Давайте посмотрим, к чему это выльется в ассемблере. Я вот скомпилировал. Это вот у нас первая функция, которая специализация от нуля. Но здесь мы просто возвращаем ноль. Через регистр ягс передается значение из функции, просто возвращается ноль. И далее компилятор сгенерировал функции для 3, 2, 1. Ну, если бы я написал бы там 100 тысяч, соответственно, он бы сгенерировал там 100 тысяч. По скорости что? Соответственно, чем это плохо? Вот такая вот наивная реализация в лоб. То, что кода становится очень много. Код перестает помещаться в кэш со всеми последующими издержками. То есть вы знаете, что поход в память за очередной порцией данных для процессора это очень дорого. Отсюда мораль, что с шаблонами надо быть аккуратней, потому что они могут приводить к разбуханию кода со всеми, в общем, вытекающими последствиями отсюда. Можем, причем, на самом деле компиляторы некоторые могут быть достаточно умными, чтобы это оптимизировать. Например, я тот же самый код компилировал с ключом минус O2, то есть включить все оптимизации. Он мне просто вернул 6. То есть он догадался, что он... Но опять же, что у вас нет гарантии, что какой-то другой компилятор с этим справится. Или в другом контексте этот же компилятор это сделает. Можно реализовать то же самое немного по-другому. через, допустим, константу какую-то у класса. Здесь я делаю шаблонный класс, предварительное объявление. Также у меня есть специализация этого класса для нуля, где я просто завожу константу и делаю ее равным нулю. Далее я пишу шаблон для этого класса, где также пытаюсь проинициализировать какую-то константу, но N плюс... И здесь инстанцирую такой же шаблон, но N минус 1. И беру я константу. Соответственно, компилятор сам это все вычисляет. Пользоваться этим можно вот так. То есть взяли, посмотрели константу и на этапе компиляции компилятор вот это вот все должен рассчитать. Тем же компилятором с теми же настройками без оптимизации скомпилировал тот код, получил примерно вот такое вот. То есть здесь вот он, да, на этапе компиляции все это рассчитал и просто взял в коде уже шестерку поставил. То есть все было рассчитано на этапе компиляции. Так вот, некоторые увлекаются, начинают пользоваться этой мощью шаблонов для того, чтобы делать какие-то расчеты в времени компиляции и потом их использовать. Ну, аргументируют это тем, что вот мы все посчитали на этапе компиляции, у нас, соответственно, в рантайме ничего выполняться не будет. Это хороший перформанс, все хорошо, все быстро работает. Но мои аргументы против. То, что это все-таки сложно для понимания и поддержки, написать такой код, ну, я написал простой код, но если что-то более сложное, тут уже требуется серьезный навык от программиста, чтобы он мог это все сделать. То есть это не очень хорошо, то есть это сложно писать, это сложно понимать. И это замедляет компиляцию. Поэтому сам предрасчет каких-то значений, генерация каких-то таблиц с данными, это хорошо, но мне кажется, лучшей альтернативой будет просто взять какой-то язык другой, там, питон, например, и получится рассчитать те же самые какие-то значения и просто сгенерировать C++ код, где будет константа равно рассчитанному значению. Соответственно, написать такой код будет значительно проще, а получим, в принципе, тот же самый результат. То есть у нас какие-то вычисления будут выполняться на этапе компиляции, а не во время выполнения программы. Немного про псевдонимы типов. Мы уже встречались с такой записью, то есть для какого-то типа можно создать псевдоним, потом его использовать. Например, вместо int писать секунды, чтобы повысить читаемость кода, ну и повысить гибкость, потому что мы, например, потом решим, что нам наши секунды в int не помещаются, нам нужен long, мы тогда исправим в одном месте и в общем все будет хорошо. То есть псевдонимы типов это хорошо, они повышают читаемость, они дают гибкость. Это старый способ, начиная с 11 стандарта появилась такая форма записи using имя псевдонима и потом тип. Она как бы, я ее использую, мне кажется, она более понятная, ну и в общем тоже ее другие люди тоже рекомендуют использовать. и какой бонус, в принципе, можно почти все сделать как старым, так и новым способом, кроме одного. Сделать псевдоним шаблонный, то есть у нас, например, есть какой-то шаблонный класс Q, который имеет там какие-то параметры. Мы хотим, допустим, создать псевдоним для этого шаблона, где, в принципе, будут уже все использованы какие-то значения, кроме какого-то одного, например, или двух. Вот, мы можем написать template, класс T и использовать T. Ну и соответственно мы получим вот такой псевдоним с шаблонным аргументом. Довольно удобно. А type dev не получится? Type dev нет. С type dev так записать не получится. Дальше. Начиная с 11 стандарта у функции появился новый синтаксис. Мы все время старый использовали, но он как-то более привычен, но можно писать и вот в таком вот виде. То есть пишем авто, что мы пока тип не знаем, какой вернет функция. И потом уже после имени функции стрелочка и указываем конкретный тип. Это позволяет делать некоторые вещи, которые со старым синтаксисом сделать было нельзя. Так, что еще значит ключевое слово авто? Ключевое слово авто это оно позволяет статически определить какой-то тип вывести, если это возможно. то есть например здесь у компилятора есть правило, что литералы такого вида имеют тип int, поэтому здесь и будет иметь тип int. То есть это не какой-то динамический тип, нет, это вполне конкретный тип. Ну и соответственно здесь также компилятор посмотрит на сигнатуру этой функции, посмотрит что она возвращает и также выведет тип. Что я про авто хотел сказать? Также с 11 стандарта появились range based for циклы, то есть когда мы можем не писать там через вот эти точки с запятой, а просто итерироваться по какой-то последовательности. здесь здесь как работает авто? надо это понимать, что если мы просто напишем авто, то значение из этой последовательности оно будет копироваться в эту переменную на каждой итерации. Поэтому если мы не хотим чтобы у нас какие-то данные копировались, в случае примитивных типов разницы никакой нет, но если это какие-то объекты, то вполне вероятно, что копировать нам их не захочется. Поэтому мы используем значок ampersand, то есть это у нас происходит мы итерируем тогда по последовательности по ссылке, а не по значению. Копирование не происходит. Ну и плюс мы тогда еще имеем возможность соответственно изменить какой-то элемент последовательности. Дальше. Также появилось ключевое слово decaltype. оно позволяет внутри скобок написать какое-то выражение любое произвольное и компилятор по этому типу должен на этапе компиляции будет вывести тип. То есть вот мы можем написать decaltype как будто вызов функции. На самом деле конечно никакого вызова функции здесь не будет. Здесь просто компилятор пойдет посмотрит сигнатуру этой функции посмотрит что она int возвращает и соответственно типом x будет int то есть фактически это равносильно будет вот такой вот записи. Можно использовать его в аргументах функции такую же конструкцию. Для чего это нужно? Это очень хорошо помогает при использовании шаблонов когда мы пишем какой-то обобщенный код. Сейчас чуть попозже будут примеры где все это нам понадобится. теперь я говорил о том что новый синтаксис функции позволяет делать некоторые вещи которые раньше было сделать нельзя вот пример такой возможности мы например хотели записать функцию которая возвращает минимальное значение из двух причем нам не хотелось для каждого типа писать функцию поэтому мы сделали ее шаблонной какая здесь возникает проблема если тип обоих аргументов одинаковый проблемы никакой не возникает компилятор смотрит что здесь и первые аргументы второй типа int ну и соответственно инстанцирует сам этот шаблон типом int все хорошо если мы используем два разных типа то есть здесь double и int то компилятор уже сам инстанцировать эту функцию не может мы конечно можем указать явно что инстанцирую эту функцию типом double тогда все хорошо у нас двойка будет приведена к double все будет хорошо работать но если мы не хотим явно это указывать то такой возможности у нас раньше написать такую функцию не было то есть мы конечно могли бы попробовать это сделать например написать x y то есть два разных типа ввести но возникает вопрос а какой тип вернуть ну хорошо допустим взяли первый тип там x если вызвали так все хорошо 1 5 и 2 мы вернули здесь двойку она была приведена здесь к double все хорошо мы точность не потеряли если если бы мы написали так то компилятор бы это скомпилировал это бы запустилось но к чему бы это привело первый у нас аргумент типа int второй double здесь мы сравнили бы вернули меньшее число меньшее число у нас 0.5 а возвращаемый тип int поэтому double был бы приведен к int и вместо 0.5 мы бы получили 0 то есть потеряли бы теперь благодаря новому новой форме записи функции мы можем написать такую функцию мы можем написать мы пока не знаем какой будет тип потом мы здесь выводим тип почему мы не можем написать decal type вот здесь вот в начале потому что компилятор как бы выражение обрабатывает слева направо и вот в этом месте он еще ничего не видит этого не x не y поэтому он бы здесь написал бы нам что я не знаю что это за x за y вот поэтому когда это перенесли в правую часть все соответственно уже здесь компилятор этой информации обладает и мы пишем такое выражение как будто мы складывали бы x и y компилятора соответственно есть правило он знает что если int и double к примеру сложить то надо привести выражение к double соответственно здесь уже все хорошо мы точность не стали потерять мы бы получали здесь double дальше ключевое слово type name когда в шаблонах компилятор встречает какой-то идентификатор который можно интерпретировать как тип или как будто это что-то еще там например константы какая-то он будет интерпретировать как угодно но только не как тип как пример у нас есть допустим класс string там внутри него есть псевдоним типа какой тип символов использует эта строка vchart и допустим есть какой-то класс парсер который мы хотели бы чтобы они работали вместе то есть чтобы этот парсер использовал эти строки для того чтобы там что-то парсить вот и мы бы захотели бы создать там буфер например под эти символы написали то есть это тоже шаблонный класс в него могут разные строки там например это у нас vchart там допустим у нас будет utf 32 к примеру а если взяли другую строку передали char там может быть utf 8 соответственно мы пытаемся создать такой буфер этот тип использовать нам компилятор выдает ошибку потому что у него есть такое правило он смотрит что в шаблоне что-то встретилось но он не интерпретирует это как тип чтобы он это воспринимал именно как тип нужно ему дать подсказку написать type name после этого он уже понимает что это тип и у него уже проблем никаких не возникает при инстанцировании шаблона у нас могут возникать ошибки вот у нас значит был такой шаблон если мы его допустим ну когда мы его инстанцировали int или double проблем не возникало потому что и int и double можно сравнивать через оператор меньше если бы мы захотели инстанцировать этот шаблон каким-то своим типом где у нас не был бы определен оператор меньше то компилятор выдал бы нам ошибку потому что он бы не смог бы инстанцировать для этого типа этот шаблон то есть он бы написал что этот тип не имеет оператора меньше как вот соответственно сравнивать непонятно так вот для ошибок инстанцирования не каждая ошибка ну как бы ошибка инстанцирования приводит к ошибке компиляции только тогда когда компилятор вообще не найдет никакой подходящей перегрузки но если он может выбрать какую-то другую перегрузку то ошибочное инстанцирование шаблона ошибкой не является на этом построена такая вот специальная идиома которая тоже занимает важное место в C++ это Substitution Failure из Not in Era как она применяется ну с помощью ее например можно выбирать наиболее подходящую какую-то перегрузку функций на этапе компиляции это широко используется например для оптимизации к примеру ну как вы помните под типы их обнулить можно довольно просто это просто взять и заполнить память которую он занимает просто нулями или скопировать под типы это просто копирование памяти то есть взяли мем копии скопировали из одно место в другое но если это не под типы какой-то сложный объект то копировать его так и занулять уже нельзя поэтому нужно если вот мы хотим занулить нам нужно вызвать конструктор по умолчанию который возьмет и вот этот вот тип его соответственно обнулит естественно это может быть потенциально медленней поэтому в целях оптимизации можно взять и на этапе компиляции выбрать подходящую перегрузку чтобы она работала эффективнее для этого собственно используя это идиома и вот смотрите здесь такая сложная запись на первый взгляд std enable if std is pot t то есть мы здесь проверяем что это тип pot или не pot и в зависимости от того это pot или не pot мы включаем вот эту функцию или ее выключаем давайте посмотрим как это работает ну во-первых enable if из стандартной библиотеки в принципе он довольно простой то есть у нас есть шаблон который имеет два параметра это первый bull второй просто какой-то тип и есть специализация именно для true не для bull bull у нас может быть false может быть true конкретно для true есть специализация то есть если мы инстанцируем этот шаблон каким-то выражением которое истинно то у нас есть вот такой вот псевдоним типа если мы его инстанцируем каким-то значением которое false то у нас соответственно вот такого типа нет поэтому если компилятор будет компилировать вот такое вот выражение enable if false int type то произойдет ошибка потому что вот этот вот шаблон для false он такого псевдонима типа type не имеет поэтому компилятор не найдет type и выдаст ошибку но если же у нас есть другая перегрузка то компилятор уже выберет просто ну более подходящее что-то вот давайте сразу вернемся к этому коду посмотрим его то есть смотрите здесь у нас сейчас что вот эта вот конструкция из-под волью волью это константа там будет либо true либо false соответственно если это тип под тогда здесь будет true и тогда вот эта вот конструкция скомпилируется вот здесь type потому что в enable if шаблоне этот type есть она скомпилируется компилятор будет использовать ее если же это не под тип то при компиляции вот этого произойдет ошибка и тогда компилятор будет искать другую более подходящую перегрузку если бы мы вот эту не предоставили перегрузку на этом собственно поиск компилятора бы закончился и он бы нам выдал ошибку но поскольку есть еще одна перегрузка то он пытается скомпилировать ее здесь поскольку из-под возвращает ну если это не под тип вернет нам false то мы делаем отрицание false становится true и соответственно вот это уже выражение нормально компилируется и компилятор соответственно начинает использовать эту перегрузку сложно где один здесь не один здесь есть и тип который мы хотим занулить вот второй параметр у нас имеет значение по умолчанию вот и оно и это значение второе оно используется ровно для одной цели для того чтобы выбрать подходящую перегрузку то есть это такое эффективное значение которое используется просто для того чтобы компилятор мог ну как бы мы используем вот эту вот идиому для того чтобы выбрать правильную перегрузку я ответил на вопрос или надо какие-то подробности ну задавай если что так в общем смотрите как бы enable if на мой взгляд пока что довольно прост дальше будет посложнее то есть если false выбирается эта перегрузка где тайпа нет это приводит к ошибке если у нас true тогда это все нормально работает есть type это компилируется все хорошо дальше как может быть устроен шаблон из под ну в самом простом варианте мы можем взять и для всех вообще типов которые мы знаем сделать специализацию например int это подтип ну да это подтип мы берем делаем специализацию там соответственно эту константу возвращаем true вот у нас в принципе для int мы уже написали то что будет работать ну соответственно для других типов уже работать не будет давайте попробуем написать а сейчас давайте сразу скажу что в c++14 появился помимо enable if появился еще enable ift с ним запись получается короче вот немного но по сути в общем то же самое дальше давайте чтобы разобраться как писать вот такие вот проверки на то соответствует тип каким-то свойством или нет попробуем написать какой-то шаблонный метод который это будет проверять примеру захотелось нам проверять на этапе компиляции есть у какого-то класса определенный метод или его нет и в зависимости от того если допустим этот метод есть там метод сделать все хорошо если он есть мы его используем у нас все хорошо если нет то там нам приходится какой-то медленный код запускать вот для простоты это функция которая не принимает аргументов и возвращает двое как нам писать ну и для тестов у нас будет структура а которая имеет такой метод и структура б которая такой метод не имеет как нам написать это использовать мы хотим это вот в таком вот виде то есть вот эти выражения на этапе компиляции рассчитываются но мы их можем распечатать посмотреть что он нам выдаст самая простая первая наивная реализация заводим какую-то константу bull и там пишем true вот и в некоторых случаях это уже начинает работать то есть здесь для этого случая сработать для этого нет поэтому нужно как-то наверное это дальше развить эту идею то есть нам нужно здесь эту константу чем-то проинициализировать так чтобы она нам вернула true или false в зависимости от того есть у класса нужный нам метод или его нет идея такая берем две функции это у нас при благополучном ну и как бы когда мы этот шаблон будем инстанцировать каким-то типом мы возьмем и попробуем выбрать одну или другую функцию если у нас все условия совпадут ну то есть будет в типе то что нам нужно то у нас будет вызвана эта функция смотрите здесь смысл какой мы в эту функцию передаем указатель на какой-то класс у почему во-первых т и у почему это два разных ну потому что у нас могут быть не всегда эти типы совпадать приводить к желаемому нам результату поэтому они два разных здесь мы берем и проверяем возвращая decaltype смотрим от вот этого выражения то есть как будто мы у этого объекта вызвали метод foo соответственно если вот это получается скомпилировать то есть компилятор видит что да этот объект у него можно вызвать какой-то метод foo он использует вот эту перегрузку и возвращаемый тип у нас этой функции это возвращаемый тип этой функции то есть да какой-то может быть класс у него есть метод foo но он возвращает к примеру int нам это не подходит поэтому нам надо во-первых убедиться что он вернет void а вторая функция она принимает вообще все вот эти три звездочки это переменное количество аргументов может принимать вообще все что угодно но она возвращает у нас int не void то есть логика какая что если передали какой-то объект и он имеет функцию full без аргументов и она возвращает void то есть вот здесь вот значением у этой функции будет возвращаемый тип void то мы проверяем что вот это выражение должно иметь тип void если оно тип void не имеет значит это неподходящее нам неподходящий нам объект сложно в общем смотрите сейчас мы уже подошли к тому моменту когда нам нужно проверить являются ли два типа одинаковыми то есть чтобы сравнить возвращаемые значения у нас могут у нас сейчас давайте еще раз я повторю вариантов вариантов может быть три первое тот тип который мы передаем вот этот вот у он не имеет функции фу первый вариант тогда будет вызвана вот эта вот функция ну не вызвана просто компилятор сможет использовать эту функцию она возвращает тип int первый вариант второй вариант вот этот вот объект имеет функцию фу но он возвращает не воет тогда опять же вот эта вот функция примет это объявление функции если кто-то не понял называется она чек возвращает она какой-то тип тип определяется вот этим вот выражением объект у имеет функцию фу но она возвращает не воет мы тоже получим какой-то другой тип и если у действительно имеет фу и он возвращает воет это третий случай мы будем иметь воет поэтому что нам надо сделать нам нужно просто проверить что вот этим вот результатом ну что у выбранной функции чек возвращаемый тип воет то есть просто сравнить два типа для того чтобы проверить является один тип другим или нет можно написать тоже небольшой шаблончик причем он на самом деле очень простой я бы сказал тривиальный то есть у нас есть такой вот шаблон который принимает два типа и этот шаблон какими бы типами он инстанцировался у него переменная всегда равна false вот это вот константа не переменная константа константа всегда false и только лишь в частном случае то есть специализация где у нас не два разных типов а один то есть это и есть то же самое у нас будет константа равно true соответственно сейчас у нас все есть для того чтобы написать функцию которая проверит есть у произвольного типа метод fu который не принимает аргументов возвращает двое что мы делаем мы вот эту вот константу волью инстанцируем ну во первых мы инстанцируем шаблон из same и у него забираем вот это вот значение волью волью у нас может быть либо true либо false и здесь что мы делаем первым аргументом у нас void вторым аргументом у нас тип который вернет нам функция check если мы его вызовем вот с таким вот аргументом то есть ну вот мы тэп проверяем мы значит соответственно пытаемся выбрать одну из двух перегрузок либо эту либо эту соответственно если мы выбрали вот эту перегрузку мы получаем здесь int а int void не равен соответственно здесь будет false если мы выбрали тип если у типа есть фу функция она вернула void то соответственно вот этот вот decal type от этой функции тоже будет void и void и void они совпадут здесь будет true понятна логика вот соответственно можем мы это протестировать а и b получаем true или false вот это вот я считаю переломный момент в становлении программиста c++ в стандартной библиотеке есть в заголочном файле type trades много различных функций которые позволяют получать различную информацию о типах как это примерно работает я показал вот на таком вот примере дальше в принципе вы можете при желании посидеть подумать и тоже все это повторить стандартную библиотеку пишут такие же люди как и вы вот и соответственно если они это могут то и соответственно и вы тоже это можете вот там есть множество всех я просто несколько примеров привел что можно проверять константно это выражение или нет там массив это или нет в общем там их очень много можно получать различную информацию используется это как я и сказал для того чтобы на этапе компиляции менять поведение программы то есть в зависимости от того с каким мы типом работаем выбирать например там наиболее оптимальную стратегию работы дальше есть такой паттерн это собирать в какие-то классы информацию о каких-то типах то есть то есть такие вот свойства создавать для какого-то типа ну к примеру мы можем создать структурку там назвать ее nummeric trades то есть какие-то свойства числовых типов и там допустим завести какие-то константы например минимальное значение которое может тип принимать и максимальное и потом использовать это в своем коде чтобы проверить вот эти вот значения ну как пример вот пишем к примеру калькулятор вот мы недавно писали калькулятор использовали тип int допустим мы хотим написать калькулятор который будет работать с определенными какими-то типами ну к примеру там 16-битным целым вот ну нужен нам такой вот компилятор мы не хотим памяти много тратить нам нужно именно 16 бит и все и мы можем использовать вот этот класс для того чтобы проверять например что то значение которое нам пришло в калькуляторе оно не выходит за вот эти вот границы допустимые которые тип может принимать то есть взяли какое-то максимально допустимое число там текст привели к нему и дальше проверили что это число оно находится в границах допустимых для того типа для которого мы наш калькулятор инстанцируем соответственно в стандартной библиотеке есть тоже заголовочный файл номер климец где определены вот такие вот классы свойств для всех базовых типов которые есть там инфлот там все в общем что есть для всего этого есть там много различной информации дальше соответственно да вот в этих вот трейтах не обязательно должны быть какие-то константы могут быть просто какие-то типы например у нас есть какой-то класс поток он работает с потоком каких-то объектов определенного типа вот у него может быть объявлено какой-то какой-то псевдоним типа с которым он работает соответственно потом мы можем писать код какой-то который будет работать с этим классом и получать вот из его свойств вот тип с которым он работает также что еще о чем стоит сказать классы стратегий ну класс стратегий это какой-то интерфейс для того чтобы видоизменять поведение чего бы то ни было то есть изменять какую-то стратегию в алгоритме к примеру у нас может быть какой-то класс коннектор который выполняет там он подключается к чему-то и выполняет взаимодействие с этим чем-то но соответственно вот эта другая система она может иметь она может понимать запросы например в формате JSON или XML но при этом алгоритм будет один и тот же просто вот разный то есть пакеты у нас одни и те же там в них написано что вот там должно быть то-то-то прописано но формат в них разный либо там JSON либо XML к примеру вот ну мы пишем какой-то класс JSON который может кодировать какие-то данные в него и XML который соответственно может кодировать в XML дальше пишем вот этот вот шаблонный наш класс где вот у нас вторым аргументом формата это как раз будет формат в котором он будет выполнять взаимодействие вот у нас есть какое-то поле в этом классе вот и мы соответственно допустим получили пакет его закодировали и потом этот закодированный пакет уже передали вот и вот таком вот виде используем если нам нужен JSON мы инстанцировали этот класс другим классом JSON если нам нужен XML мы просто инстанцируем его другим типом будем его использовать вот дальше небольшой итог свойства вот эти вот трейты это отличительная особенность которая характеризует сущность а стратегия это образ действия сущности дальше я хочу сравнить два вида полиморфизма динамический с которым мы уже сталкивались то есть когда есть базовый класс есть виртуальные функции в производных классах поведение базового класса может меняться это динамический полиморфизм и статический полиморфизм с помощью шаблонов давайте посмотрим сначала на динамический полиморфизм есть допустим у нас какой-то класс какое-то устройство в которое можно записать какие-то данные вот есть базовый класс у него есть виртуальная функция write которая может что-то куда-то записать и есть конкретные реализации этого устройства это к примеру какой-то файл может файл может быть сокет может быть что-то еще допустим файл мы соответственно отнаследовались от базового класса переопределили виртуальную функцию где соответственно пишем файл вот эти вот данные если бы у нас был сокет ну бы соответственно просто по сети передавали бы какие-то данные и потом у нас есть какой-то класс поток более высокоуровневый в который мы передаем устройство то есть мы можем написать какой-то алгоритм который будет работать с этим потоком и в него писать любую информацию в зависимости от того какой при создании класса тип девайса мы передадим соответственно мы получим то или иное либо будет файл это писаться либо на экран либо еще куда-то в зависимости от того какой тип устройства мы передали это динамический полиморфизм соответственно что у нас здесь во-первых это гибкость то есть вот это вот все происходит у нас создание этих классов во время выполнения программы то есть мы можем взять какой-то конфигурационный файл там написать что для вывода сообщений использовать например файл такой-то все на этапе выполнения прочитали этот конфигурационный файл создали этот класс все хорошо это гибко можем на этапе выполнения менять поведение но обратной стороной гибкости являются накладные расходы как я уже говорил у классов есть если есть виртуальная функция значит появляется таблица виртуальных функций значит вызов виртуальной функции это во время выполнения сначала поход в таблицу виртуальных функций оттуда получение адреса функции которую нужно вызвать и переход по этому адресу получается довольно дорого но программирование это компромисс либо гибко либо быстро либо еще что-то в общем за все надо платить альтернативой является статический полиморфизм статический полиморфизм то есть полиморфизм времени компиляции то есть мы поведение можем изменить на этапе компиляции в зависимости там например от каких-то ключей с которыми мы компилируем мы можем получить то или иное поведение программы вот есть у нас класс к примеру файл также он позволяет файл что-то там записать также у нас могут быть классы с таким же методом write там тот же сокет там или экран или еще что-то главное чтобы совпадала вот эта сигнатура этого метода и потом в нашем шаблонном классе stream вот мы передаем ему этот девайс какой-то пока не знаем какой это аргумент шаблона это какой конкретно станет известной этапе инстанцирования шаблона ну а дальше мы внутри там просто вызываем функцию write передаем ему какие-то аргументы он куда-то там что-то пишет вот соответственно вот у нас инстанцирование шаблона происходит basic stream файл вот получили какой-то файл stream файловый поток соответственно плюсы минусы плюсы это то что это выполняется без всяких накладных расходов то есть просто вызов функции причем это происходит вот это вот у нас раннее связывание на этапе компиляции компилятор знает какую функцию нужно вызвать поэтому он имеет большой простор для оптимизации он может выполнить встраивание инлайнинг функции в общем много различных выполнить оптимизации которые я уже говорил а минусом является это то что он ну менее гибок то есть мы можем менять поведение на этапе компиляции но на этапе выполнения мы не можем изменить его потому что вот это вот все будет сделано на этапе компиляции то есть мы не сможем в рантайме потом сделать в этот файл стрим передать там сокет а мув здесь зачем нужно мув для того чтобы избежать копирования ну и опять же вот есть какой-то девайс ну мне кажется по логике вот если есть файл наверное не надо в него писать из нескольких мест мне так кажется потому что если у нас допустим многопоточная особенно среда одновременно начали писать файл несколько потоков получилась ерунда поэтому вот как на прошлом занятия говорил про то как перемещение помогает ну помимо того что оптимальный код создавать помогает еще и реализовывать семантику монопольного владения то есть мы просто передаем какой-то объект никто другой им пользоваться не может дальше шаблоны с произвольным количеством аргументов варе дик темплейт к примеру мне захотелось написать какую-то функцию print и передать в нее произвольное количество аргументов разных разного типа и чтобы оно куда-то там это все напечатало какие есть варианты первый вариант это написать такую функцию которая примет int const char звездочка и double потом нужна мне новая функция я еще новую функцию написал довольно утомительно тем более не всегда возможно поэтому я хочу написать какую-то шаблонную функцию которая будет реализовывать нужное мне поведение начнем опять же с простого шаблонная функция которая принимает один аргумент мы вот здесь захватываем передаем по r-волю ссылки то есть вот как на прошлом занятии мы говорили что вот такая вот форма она позволяет передать если туда передали ссылку на l-волю это будет ссылкой на l-волю если туда передали r-волю значение это будет r-волю значение то есть это будет работать всегда написали простую для одного аргумента далее хотим ее расширить для произвольного количества аргументов для этого существует специальная конструкция которая показывает что у шаблона будет несколько аргументов и как это будет работать мы также какое-то значение первое получаем и потом получаем произвольное количество аргументов если у нас была вызвана функция с одним аргументом будет вызвана вот эта вот версия вот эта перегрузка все хорошо если передали с несколькими аргументами будет вызвано это где первый аргумент единичка будет здесь а вот эти два аргумента будут здесь поэтому мы выводим на экран первое значение и дальше это perfect forwarding на прошлом занятии говорили техника то есть мы передаем дальше аргументы и передаем оставшиеся два аргумента соответственно далее компилятор вызывает инстанцирует этот шаблон где уже будет в вал у нас будет вот это вот значение варкс вот это вот значение ну и в третий раз у нас уже просто будет вызвано вот это потому что остался один аргумент так работает вот так вот рекурсивно работают шаблоны с произвольным количеством аргументов а теперь мы собственно подошли к практической части тут я думаю нужны определенные пояснения значит смотрите что я хочу я хочу чтобы вы написали мне сериализатор то есть какой-то класс который позволяет любой тип взять и сохранить в каком-то виде и парный ему класс который позволяет из вот этого вида какого-то взять и восстановить информацию то есть к примеру есть у меня вот такая вот структура я хочу чтобы вот здесь вот я написал string stream это текстовый поток ну вот можете сериализовать например в std seout у вас на экран будет сериализоваться все ну я вот в поток сериализую хочу чтобы это работало вот так создал я сериализатор указал ему поток куда сериализовать взял передал этому сериализатору в метод save какой-то объект он его сериализовал потом я взял создал десериализатор указал ему откуда брать данные взял десериализовал получил соответственно вот здесь вот в y то что было в x что я хочу пока что понятно как это делать во-первых значит сразу для простоты мы поддерживаем для сериализации только тип int и bull даже не тип int а я там написал unsigned int вот unsigned int64t вот такой вот тип мы поддерживаем и bull десериализатор берет эту строку и из нее нам возвращает вот эти вот значения то есть вот смотри у нас есть x объект вот у него значение abc это 1 true и 2 мы его сериализовали потом мы взяли десериализатор передали ему строку куда мы сериализовали и взяли восстановили вот это вот состояние уже в объект y где у нас видишь 0 false 0 но в результате десериализации у нас в y должно получиться то же самое что и в x это просто строка какая-то вот форматы могут быть разные какие угодно можно в json сериализовать там можно в яму можно во что угодно конкретно я хочу совсем простой формат это просто текст число или true или false и все это разделено пробелами такой вот простой формат вот здесь соответственно написано сериализовать в текстовый вид с разделением пробелом число понятно как это там если 10 то 1 и 0 если bull то если true то пишем прям строчку true если false пишем false дальше как вообще это сериализатор должен понять что ему сериализовать в c++ нет рефлексии мы не можем определить какие у него есть поля поэтому мы дадим ему подсказку мы в каждом классе который может быть сериализован напишем вот такой вот метод сериалайз который получит какой-то сериалайзер и просто этому сериалайзеру в скобочках передаст поля которые нужно сериализовать а, b, c сериалайзер вот этот вот сам сериалайзер туда подставит то что нужно как это сделать сейчас чуть попозже сейчас я покажу станет понятно про это понятно как мы обогащаем класс информации чтобы он мог сериализовать сам себя просто вот так вот пишем и перечисляем поля которые нужно сериализовать дальше есть у нас класс ну вернее вот заголовочный файл сериалайзер в котором будет два класса сериалайзер и десериалайзер также будет здесь перечисление с ошибками ну ошибок у нас будет всего две либо нет ошибки либо архив поврежден все просто дальше сериализатор вот разделитель чем мы будем разделять значения пробелом дальше мы должны взять какой-то поток в стандартной библиотеке есть два типа потоков базовых это острим куда можно писать и айстрим откуда можно читать вот то есть берем какой-то поток где-то там запоминаем его дальше что у нас происходит как вот я здесь писал как я хочу использовать я создал сериалайзер передал ему поток и потом вызываю метод сейв в этот метод сейв передаю любой любой объект который имеет вот такую информацию может сериализоваться вот соответственно вызывается метод сейв здесь я получаю какой-то объект и у этого объекта я просто вызываю метод сериалайз и передаю ему самого себя что при этом происходит там вот вы помните мы просто взяли у этого сериалайзера в скобочках написать перечислили поля то есть когда вот в скобочках то есть какой-то класс ведет себя как будто мы вызываем функцию это называется напомните у меня вылетело из головы я все про него говорил говорил и забыл только что функтор вот это функтор вот то есть это просто оператор круглые скобки и смотрите он принимает произвольное количество различных аргументов разного типа то есть варедик темплей как с ними работать я там уже показал но тут еще показываю то есть мы берем вызываем процесс вы соответственно здесь должны написать две функции процесс аналогично как в примере с варедик темплейт только вместо вывода все аут вы в поток в зависимости от того инт или булл делаете одно или другое как это проще сделать ну взять написать два метода которые один инт принимает другой булл их вызывать они соответственно себя записывают здесь реалайзер соответственно делаете таким же образом только вместо и стрим он принимает о стрим и вот еще пример здесь вот такой функции которая десериализует какое-то значение то есть если у вас булл надо десериализовать соответственно мы берем читаем из потока текст какой-то проверяем равен он true или false если нет выдаем ошибку если да то устанавливаем значение возвращаем ошибки пишите я здесь если кто-то в тупик зайдет я помогу все спасибо спасибо